Я хотел начать до правового вопроса, который, мне кажется, главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Потому что выглядит все немножко странновато, знаете. Вот сидят другое. И один говорит, а давайте посадим новатого за то, что он являлся не по понедельникам, а по четвергам. А второй говорит, а давайте посадим новатого за то, что он, выйдя из помощи, немедленно не приехал к нам из тех. И идет об обсуждениях, обсуждают понедельники, четверги, когда кто-то должен отправить на такую бумажку и так далее. Но я хотел бы рассказать пару слов на том, в небольшом плане, в этой конкурсе. Я хотел бы, чтобы все еще раз обратили внимание. И все пресса, которая пишет про этот процесс, и все люди обратили внимание на то, что суть-то дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я был уже признан невиновным. И по делу, которое уже признан испубликованным. Это не мое мнение. Потому что если мы откроем любой учебник уголовного права, и, надеюсь, ваше честь, вы это сделали по-настоящему, мы увидим, что Европейский суд по правам человека является частью судебной системы. В России, в том числе. Уже Россия является членом Совета Европы. И эти решения обязательны. И я, пройдя все необходимые стадии судебного процесса, обратился в Европейский суд. И Европейский суд вынес решение, в котором черным по белому написал, что даже состава преступлений нет. Средственно, дело, по которому я нахожусь здесь почему-то, в этой странной эфире, оно полностью сфабриковано. Мало того, Российская Федерация, в общем-то, признала это решение. Половенчика, потому что мне даже выпутали компенсацию по этому делу, тем самым признав решение Европейского суда по правам человека. Несмотря на это, мой брат 3,5 года сидел в тюрьме по этому делу, который был еще раз признан субрикованным решением суда, которое обязательно здесь, на территории России. Я по этому делу просидел год под домашней молитвы. Когда мой срок, вот этот вот испытательный, заканчивался, меня за неделю до этого арестовали, привезли к вам в Симоновский суд и без защиты, в случае какого-то адвоката подозначения, продлили мне еще на этот исполнительный срок. Давайте немножко математики. В 2014 году меня осудили, дали мне 3,5 года, дали испытательный срок, а сейчас 21-й год, но меня все равно продолжают судить по этому делу. Меня же уже и невиновным признали. И состава преступления в этом деле, и все равно, субборство маньяка, наше государство требует меня посадить по этому делу. Почему же по этому делу? Ну, на самом деле, пусть чего-чего, а недостатков уголовных дел в отношении меня точно нет. Да? А, еще одно, что мы недавно запустили. Тем не менее, кому-то очень хочется, чтобы я очень хотелось, не одному шагу не сделал по территории нашей страны, вернувшись, как свободный человек, а тот момент пересечения границы я оказался Александром. И мы знаем, кому? Мы знаем, почему это случилось. Причина этого всего ненависть и страх одного человека, живущего в мунгеле. Потому что я донес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил после того, он меня пытается убить по его приказу. Я хочу сделать замечание, Алексей. Мне не нужно ваше замечание, Ваша честь. Еще раз. Мне теперь этот прокурор будет мешать говорить в свое отношение о том, что происходит. Я прошу обратить внимание, Алексей Анатольевич, что мы рассматриваем вопрос об отмене условного осуждения. Какие-то иные, по вашему мнению, уголовные дела в настоящем процессе не рассматриваются. Рассматриваются вопрос об отмене условного осуждения назначенного приказом Заниславевского района. Заниславевского района. Она встречается в новой роли, потому что она тут перебивает. И все, она тут синовается, которые рассматривают свое отношение к тому, что сейчас происходит. Я прошу больше, как на все, не через мою руку. Я понимаю. Отлично. Я вас прошу давайте по представлению говорим. Я говорю ему представление, Ваша честь. То, что находится в моем представлении, это мое мнение. Я свое мнение относительно представления высказал в полном соответствии с законом. И то, что представитель обвинения пытается меня перебивать на каждом скобе, скрывать мир, тоже отлично характеризует все происходящее. Потому что то, что я говорю, имеет прямое отношение к происходящему здесь. Ну так вот, продолжим. Я нанес смертельную обиду тем, что я выжил, благодаря хорошим людям, пилотам и врачам. Потом я еще сильнее его обидел тем, что выжил. Я не спрятался. Живя где-то под охраной и работа в бункере поменьше, который я мог по себе позволить. А потом случилось вообще страшное. Мало того, что я выжил, мало того, что я не спрятался, не спрятался, я участвовал еще и в расследовании в Милосовском отравлении. И мы показали и доказали, что именно Путин, используя в Минобильную службу безопасности, осуществил это покушение и убийство. И не я один был такой. Сейчас это знаю и много еще узнают. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человечка в его бункере. Вот именно этот факт, то, что все скрылось, понимаете, нет никаких рейтингов, нет никакой огромной поддержки, ничего этого нет. Потому что выяснилось, для того, чтобы соблазать политическим оппонентом, у которого нет ни телевидения, ни политической партии, нужно просто пытаться ему убить химическим оружием. И, конечно, он просто сходит с ума отой, потому что все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на этот президентский фонд, который никогда не участвовал ни в дебатах, ни в выборах, и это единственное место его борьбы, пытаться убить людей. И сколько бы он ни изображал из себя великого геополитика, великого какого-то мирового лидера, его обида главная в отношении меня теперь заключается в том, что в историю он пойдет именно как отравитель. Вы знаете, был Александр Розвободитель или Ярослав Мурик и будет нас Владимир отравитель трусов. Вот этот дар он войдет в историю. И это прямое ваше честь, это же имеет прямое отношение. Я здесь стою на этом месте и меня охраняет уже полиция, оборудов гвардия появилась. Половина Москвы отцеплена именно потому, что маленький человеческий букер сходит с ума от того, что мы доказали и показали, что он не геополитикой занимается, а проводит совещание, на котором решает, как вырабатывать в политику оппонентов трусы, массовым химическим оружием попытаться их убить. Главное в этом процессе даже не то, чем он закончится для меня. Поставят меня или не поставят, поставить меня несложно, поэтому другому делу. Главное, для чего это происходит, чтобы запугать огромное количество людей. Это же так работает. Одного сажают, чтобы высказать миллионы. У нас 20 миллионов человек за черной бедность. У нас десятки миллионов живут не имея ни малейших перспектив. У нас десятки миллионов людей водоточат как именно тем, про которые мы каждый день говорим. В масс-метр жизнь еще более-менее. А 100-100 километров там вообще просто полный швак. И вот у нас вся страна живет в этом полном шваке не имея ни малейших перспектив. Получает 20 тысяч рублей. И они все молчат и пытаются заткнуть вот ровно такими показательными процессами. Посадить вот этого, чтобы запугать миллионы. Кто-то вышел на улицу, посадить еще пять человек, чтобы запугать 15 миллионов. Главное, что я хочу сказать, этот процесс я очень надеюсь не будет воспринять людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы. Вот это все Росгвардия, это клеточка, это же демонстрация слабости. Просто слабости. И миллионы, и сотни тысяч посадить нельзя. И я очень надеюсь, что люди будут все больше и больше осознавать это. И когда они осознают, а такой момент придет. Все это растыкнется, потому что вы не посадите всю страну, потому что всех этих людей, которые лишили перспектив, лишили будущего, которые живут в богатейшей стране и получают ноль от национальных богатых. Ноль получаются остальные. Мы только по количеству миллиардеров в мире растем. Все остальное падает. Понимаете? Я сижу в своей камере и слышу по репортажу о том, как подорожало масло, подорожали макароны, подорожали яйца. 2021 год. Страна экспортер нефти и газа. У нас вся страна говорит о том, что макароны подорожали, и мы жить больше не можем. И вот вы этих метей лишили перспектив, и вы этих людей пытаетесь запугать. И я призываю всех не бояться. Вся эта власть основана в том, что я продолжаю. Я не то, что вернусь в вашу жизнь. Я уже прямо там нахожусь. Я прямо в центральной части этого нахожусь. Я чтоб вам было просто понятно. сказали по поводу представлений. Ваши отношения к представлений неожиданно. Я неожиданно говорить о том, что давайте вернемся к нашему процессу. что я ничего не сказал о том представлении. Вот это все представление и жизнь. И все, что я говорю, это мое отношение к представлению, которое вы устроили. И я, непосредственно приду, это мое отношение к представлению. Так вот. Бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политической системы. И это ужасно. Но бывает еще хуже, когда беззаконие и произвол наряжают на себя мундир прокурора или судейственную мантию. И в этом случае долг каждого человека не подчиняться тем законам, которые обряжены вот в эти мантии, хотя добавим там, внутри вас, это и есть произвол и беззаконие. И долг каждого человека не подчиняться вам, не подчиняться и беззакония. Я призываю абсолютно всех возмените свое выступление. Я вернусь к вашим членам. Вашим членам, вы не беспокойтесь. Я говорю все будет очень хорошо. Я вернусь к нашему представлению. Я ровно про наше представление говорю. Когда я говорю, не перебивайте с ним, дайте получиться. Потому что давайте не будем с ним заниматься. Как же мы не можем из него запоить. Я вам прошу вы для твоего мнения вы представили, которое в рамках такого мы здесь собрали. Попрошу вас, пожалуйста, вы скажите мнение, как у меня сложилось мнение относительно этого представления. Я вам не высказываю. Другого мнения у меня нет. И будьте добры меня выучить. Еще раз хочу сказать, что когда произволы беззакония наделись вашим мунтирой и изображаете себе в закон, долг каждого честного человека не подчиняться вам и бороться с вами всеми силами. И я как могу борюсь и буду продолжать это делать. Несмотря на то, что сейчас с учетом того, что, конечно, я оказался полностью под контролем этих людей, которые обожают все на махе и химическое морожие, наверное, за мою жизнь никто не даст и трикопильки, но тем не менее даже сейчас, даже со своего места, я говорю, что я буду с вами бороться и призываю всех остальных не бояться вас и делать все, чтобы закон, а не ряженные в мунтирах и мантиях восторженствовали. Я приветствую всех тех, кто борется и кто не боится, всех честных людей. Я приветствую и благодарю сотрудников ВПК, которые сейчас сидят под арестом, всех остальных по всей стране, кто не боится и выходят на улицы потому что у них есть такие же права и у вас. Потому что наша страна принадлежит им в той же самой степени, как и вам, как и всем остальным. Мы такие же граждане и мы требуем нормального правосудия, нормального отношения к нам, участия в выборах, участия в выборах в делении национальных богатств. Да, мы всего этого требуем. И я хочу сказать, что если есть в России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая вещь это вот те самые люди, которые не боятся, которые не опускают глаза, которые не смотрят в стол и которые никогда не отдадут нашу страну кучки продажных чиновников, которые решили обменять нашу Родину на свои дворцы, виноградники как на дискотеке. Я требую, мое мнение заключается, я закончил еще, мое мнение заключается в том, что я требовал немедленно освобождения, немедленно свободы для себя, для других арестованных. Я не признаю это все представление, но полностью луживо, оно не соответствует закону и я требую, мое мнение немедленно освобождения. Спасибо.